Добрый вечер в прямом эфире на Енисей новости в студии Анастасия Лушникова. И сейчас коротко о главных событиях к этой минуте. Не помыться, не попить. Жители Игарки жалуются на отвратительное качество воды, которое течет у них из кранов. В чем причина и когда ее устранят? Завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу. Улицы столицы уже заполнены фанатами. А где красноярцы смогут поболеть за наших? Так как у нас чемпионат мира в России проходит, я хочу, чтобы Россия победила. Так что эти шансы есть? Есть. Эксперимент продолжается. В Красноярске изменили еще около 10 автобусных маршрутов. Действуют ли обещанные при пересадке льготы по транспортным картам? Это идет комплексная система, которая должна быть не только повысить скорость сообщений городского общественного транспорта. Еще один исторический уголок краевого центра отреставрируют и обустроят. Где и когда появятся новые музеи, фонтаны и площадки для отдыха горожан? Город несет очень большую историю. Четыре века. Поэтому мы не должны все напросто разрушить и показывать только новые микрорайоны. Желтая зловонная жидкость течет из кранов жителей Игарки. Причем от такой воды, если ее вообще водой можно назвать, прежде всего страдают дети. По рассказам родителей, после купания их чадо покрывается сыпью. Люди обеспокоены, оптом скупают в магазинах бутилированную воду. В чем причина этого коммунального бедствия? Можно ли исправить ситуацию? А главное, когда разбиралась Елена Штоколова? Вот такие видео шлют нам жители Игарки. Эта желтая жижа, которая пахнет соответствующей, течет из их кранов уже не первую неделю. Ведь ее откровенно страшно, а купаться опасно. Вот к чему это приводит. Маленький мальчик полностью покрылся пятнами после водных процедур. И это при том, говорит его мама, что дома стоит нагреватель, и вода проходит дополнительную очистку. Буквально пять минут он-то играл, наверное. Достала, вытерла, смотрю, он просто красными пятнами покрылся. Но не минут через десять, буквально ребенок усыхает, и все проходит. Вода-то у нас какая. Ни пить, ни готовить, ничто невозможно. Черная вода грязная, не знаю. Вода в магазинах кончается, постоянная покупка воды. Странные субстанции появляются из кранов в Игарке уже не в первый раз. Вот, например, такой нежданный извивающийся гость пришел в дом к жителям северного города из водопровода пару лет назад. Конечно. Какой ужас. Такой ужас, да. Вот такую воду пьем. Теперь будете без воды сидеть. Так что вообще известное Енисей, хочешь купайся, а хочешь пей, жители Игарки уже не верят. Чревато в прямом смысле этого слова. Решить проблему грязной воды должен был новый водозабор, который в тестовом режиме запустили в сентябре прошлого года. Но что-то пошло не так. Если быть точнее, пошел лед на реке. Началось полуводие, поднялась вода. Вода исходная в Енисей пошла грязная. И, соответственно, эта грязная вода пошла и населению, жителям города Игарки. Проблема усугубилась еще тем, что в одном из фильтров был вымыт при очистке фильтрующий элемент, а именно кварцевый песок. Сейчас вода в Енисей пошла на спад. Она становится чище, говорят местные власти. Но сама водопроводная система загрязнена. Прочистить ее обещают до конца этой недели. И в эту навигацию постараются доставить недостающий кварцевый песок. Однако до конца не ясна проблема в водозаборе или в старых трубах. В любом случае администрация Игарки нас заверила. Жители получат стопроцентный перерасчет за все то время, пока из их кранов текла мутная жижа. А пока люди ждут, когда все-таки город выйдет на чистую воду. Алина Штоколова, Енисей, новости. И в Краевом министерстве промышленности и энергетики ЖКХ нам пояснили ситуацию с водой в Игарке на контроле. Сейчас специалисты ведомства разрабатывают план мероприятий. Нужно как можно быстрее выяснить причину загрязнения и снова сделать воду чистой и пригодной для использования. На новом водозаборе, в том числе, и проб разбирались, и вода направлялась на исследование. И здесь нужно понять, почему после станции очистки вода выходит чистая, а потребителям приходит не очень чистая. Так что специалисты и выйдут, безусловно, все смотрят, разберутся. Более того, сейчас там находится главный инженер Центра развития коммунального комплекса в городе Игарке, который, естественно, занимается в том числе вопросами по данной проблеме. А вот в Норильске потекли багровые реки. Жители Заполярного города снова пожаловались на то, что вода Далдыкана окрасилась в кровавый цвет. Видео появилось в соцсетях накануне. Некоторое время воды реки выглядели довольно устрашающе, когда бурный багровый поток несся по окрестностям Норильска. Но сейчас проблема решена, и Далдыкан вновь приобрел нормальный цвет. Отмечу, что это уже не первый раз, когда река краснеет. Такое же явление наблюдали почти два года назад. Тогда причиной назвали повышение уровня солей железа в воде. Зато в Норильске потеплело, и уже настолько, что городские власти приняли решение завершить отопительный сезон. Сегодня, это практически в середине июня, прекращается подача тепла во все дома и объекты города, включая Толнах, Каиркан и поселок Снежногорск. И сегодня же на магистральных сетях проводят гидравлические испытания. В связи с этим до завтра не будет горячей воды в самом Норильске и его районах. Отмечу, что этот северный город – один из немногих в России, где отопительный сезон длится более 300 дней в году. В Норильске завершился отопительный сезон, а в это время в Красноярске начались дорожные приключения. Вступили в силу очередные изменения в транспортной схеме города. С 10 июня закрыто 5 маршрутов общественного транспорта, а еще 12 ходят по-новому. Как красноярцы добирались на работу и по делам в первый после изменений рабочий день, и что именно возмущает горожан в этой транспортной реформе, узнавала Евгения Шелковникова. Вечером вот в 5 приходит, а следующий в пол 8 почти. То есть перерыв такой, что людям как домой-то попадать. Жительница деревни Песчанка Юлия Шукан очень недовольна новым расписанием единственного автобусного маршрута, на котором она может приехать в город. До 10 июня в этот отдаленный район ходил 13-й автобус стабильно, один раз в каждые 50 минут. Маршрут закрыли, а вместо него продлили до Песчанки 77-й автобус. По новому расписанию его интервал движения в часы пик достигает полутора часов. Хотелось бы изменений в расписании, чтобы он чаще ходил, чтобы было удобнее, и чтобы другой автобус ходил, потому что утром все, когда на работу, на учебу едут, например, жители не влезут в такой пазик все. Это же неудобно. В другом конце города бьют тревогу пациенты и медики железнодорожной больницы. Здесь даже начали собирать подписи за возврат 34-го маршрута, который тоже закрыли 10 июня. Горожане сетуют на то, что без пересадок теперь даже за первой помощью не добраться. В 26-м я еле приехала, бегом сюда бежала. С лекарством здесь надо брызгать скорее, потому что стенокардия невозможна. Другого транспорта нет. И сейчас на чем поедем домой? 34-го нет, на ветружанку ничего не идет. Те, которые идут, надо еще две остановки идти на Робеспира, садиться, на какой еще сядешь. Студенты Сибирского федерального университета тоже возмущены транспортной реформой. Здесь закрыли популярный 68-й маршрут из Северного. И хотя вместо него в этом направлении ездят сразу 2, 88-й и 12-й, студенты тоже намерены собирать подписи. В 88-м в основном ездят пожилые контингенты, работающие люди и еще плюс студенты. А раньше студенты ездили на 68-м, это ладно. А сейчас вы представьте себе, в час пик вечером вы заходите туда, да там даже не протолкнуться. Помимо этого закрыли маршруты номер 1 и 35, еще 12 поменяли схему движения. Подробная информация есть на официальном сайте города. Сотрудники транспортного департамента на минувших выходных приступили к анализу эффективности изменений. Эта работа продолжится в течение всей недели. При этом новых изменений в ближайшее время не предвидится, но впереди еще большая работа. Московский автодорожный институт разрабатывает общую концепцию развития общественного транспорта в Красноярске и агломерации, которая будет сдана к концу лета. Также к концу года будут куплены 150 автобусов высокого экологического класса. Это идет комплексная система, которая должна быть не только повысить скорость сообщений городского общественного транспорта, совместно с департаментом городского хозяйства и сотрудниками госавтоинспекции. Поработаны варианты создания приоритета, это соответственно выделенные полосы. И пример показывает, что при выделенных полосах и контроле за их работой, значит скорость транспорта повышается общественного. В администрации приняли к сведению жалобы горожан на удорожание общественного транспорта, ведь многим теперь приходится ездить с пересадками. Скидку можно получить, пользуясь транспортной картой. В последние несколько дней горожане их буквально сметают с прилавков. С 10 июня должен был измениться и тарифный план транспортной карты. Поездка по ней, как и прежде, стоит 21 рубль, однако если пассажир в течение 45 минут пересаживается на другой автобус, вторая поездка стоит уже всего лишь 15 рублей. Если пересадочная система не работает, пассажиры могут сообщить об этом на горячую линию департамента транспорта города. В ведомстве нам рассказали, что этим система скидок не ограничится. В течение лета обещают разработать новые тарифные планы. Евгения Шелковникова, Сергей Сеславин, Павел Пателицын и Денис Тимошенко. Новости. А для тех, кто пересел за руль и часто ездит в восточном направлении, под Канском продолжается строительство южной объездной дороги. Ее протяженность составит 18 километров. На эту стройку из бюджета края была выделена порядка 4 миллиардов рублей. Однако не торопитесь, запускать южный обход планируется только в 2020 году. О ходе стройки наш корреспондент Леонид Ярков. Автомобильная трасса Р-255. Она ведет из Иркутска в Новосибирск. Проходит в том числе через Канск. Но в 2020 году все изменится. По левую руку от меня располагается строительная площадка будущей автомобильной развязки. Здесь будет начинаться большая объездная дорога. Ее еще называют южным обходом Каннска. Ну а пока строительство этой дороги продолжается, абсолютно всем по-прежнему приходится проезжать через Канск. Что доставляет немало проблем как водителям, так и жителям города. Действующая объездная дорога наполовину идет через город. Асфальтовое покрытие здесь не предназначено для таких нагрузок. Оттого ремонтировать дороги приходится каждый год. Еще одна часть объездной идет через западную часть города на север. Состояние этого отрезка пути, мягко говоря, плачевное. Дорога отсыпана гравием и песком. Весной и осенью ее постоянно размывает. Да и летом ездить здесь мало приятного. Это вот вы сейчас получается на дороге фару, да? Да. Как часто на этой дороге что-то у вас происходит подобное? Ну, бампер отрывали. Весной. Вот сейчас ее немного подлатали. А ведь было совсем караул. Пускай не очень низкая посадка. Невозможно было объехать. Едешь то ли в эту яму прыгать, то ли в эту яму. Посмотрим, что построят. Потому что за строительство берут, а качество дорог построят вроде. Красиво выглядит. А через полгода смотришь, она проваливается. Построить обещают надежно. На весь проект из федерального бюджета выделено 4 миллиарда и 700 миллионов рублей. Вот так будет выглядеть готовая дорога через два с половиной года. Напомню, что это 18 километров обхода города Канск с мостом через реку Кан. То есть сейчас устраиваем земляное полотно, устраиваем водопропускные трубы, укрепляем. То есть фактически готовим основание под будущую дорогу. Над строительством дороги подрядчики работают уже несколько лет. На левом берегу уже готовы мостовые опоры. На правом сейчас готовится место под будущую дорогу. Работают, что называется, не покладая рук. Работа ведется круглосуточно. Работаем круглосуточно. Техники у нас, так как плечо небольшое, если видите, с выемки у нас. Работает 8 самосвалов, 2 экскаватора, 3 бульдозера, каток. Пока на данном этапе этого достаточно, чтобы идти согласно производственному графику. Основную часть земельных работ на правом берегу планируется закончить к концу этого года. Сейчас строители находятся на одном из самых трудных участков. Здесь, под слоем почвы, глина. В дождь работы приходится останавливать. Если лето выдастся сухим, то все работы будут выполнены в срок. Леонид Юрков, Александр Шумилин, Енисей, Новости. В Краевом центре сезон ремонта дорог уже в самом разгаре. Сколько раз мы о них уже говорили и, видимо, не скоро закончим. Сейчас о нескольких перекрытиях городских магистралей. Причем коснется это и автомобилистов, и пешеходов. Сегодня стало известно, на улице 9 мая на две недели закроют сквозной проезд в районе перекрестка Савиаторов. Там будут ремонтировать коллектор ливневой канализации. Этот объект очень важен для нормальной жизни района. Туда сливается дождевая вода с нескольких прилегающих улиц. Поэтому завершить работу обещают быстро, в течение двух недель. Все это время объезжать перекрытый участок придется через поворотные шлюзы. Но из-за того, что количество полос в них меньше, специалисты управления дорог прогнозируют заторы. Автовладельцам лучше объезжать этот перекресток по Алексеево, Молоково или, по возможности, через Северное шоссе. Перекрытие начнет действовать в конце следующей недели, в ночь с 22 на 23 июня. Там будет установлен новый светофорный объект временный. Будет он работать на три цикла. Каждый цикл именно для каждого направления будет отдельно включаться разрешающийся сигнал светофора. Работы продлятся две недели. Планируем закрыть мы в ночь с 22 на 23 июня. И работу завершить 8 июля. А на улице Молоково в районе перекрестка с Батурина на два дня ограничат движение уже сегодня. Это делают для того, чтобы снести пешеходный виадук. Построили его в начале 2000-х. И за конструкцией следили владельцы расположенного рядом торгового комплекса. Когда у здания сменился собственник, мост остался бесхозным. Его даже признавали опасным и закрывали. Сейчас строители успели разобрать часть виадука. Но чтобы продолжить демонтаж, сегодня ночью с полуночи до 5 утра движение будет полностью закрыто. Водителям следует учесть эту информацию. А вот следующая новость огорчит всех любителей активного отдыха. На полтора месяца закроют Виноградовский мост, ведущий от площади перед Краевой филармонией к острову Татышев. Более известный как Вантовый мост. На переправе по всей ее длине будут монтировать подсветку. Вантовый мост полностью закроют утром 18 июня в понедельник. Завершить работы планируют к 1 августа. Во время работ попасть на остров по-прежнему можно будет автобусами, идущими по Октябрьскому мосту. 30-ти градусная жара и град ждет красноярцев в ближайшие дни. Об этом далее в выпуске. Вы смотрите новости на Енисей. Мы продолжаем выпуск. Уже завтра в Москве стартует долгожданное событие. Большой спортивный праздник, который объединяет болельщиков и спортсменов со всего мира. Чемпионат мира по футболу. Красноярск хоть и не является городом, где проходят матчи, но тоже готов приобщиться к футбольному празднику. Где бесплатно будут транслировать матчи. И как красноярцы от мала до велика готовятся к просмотру матчей Мундиаля 2018, узнаете в сюжете Ярослава Цымбала. Россия! Россия! Они еще не все буквы выговаривают, но уже знают, как правильно болеть за национальную футбольную команду. Дошкалята готовы поддержать наших футболистов. Сегодня на поле сошлись сборная России и Саудовской Аравии, только в миниатюре. Такой матч проходит в одном из красноярских детских садов накануне перед первой игрой двух команд на чемпионате мира. На поле ребята от 5 до 7 лет, а те, кто младше, подбадривают игроков с трибун. Кстати, ребята, несмотря на свой юный возраст, уже ходят в футбольную секцию. Мне нравится заниматься футболом. Мне нравится то в нем, то, что там можно бегать, ловить мячи, когда стоишь на воротах, радоваться, когда забил гол. Бывает с ним, да, смотрим футбол. Он уже тоже начинает разбираться. Да, их там хорошо учат, они прекрасно знают, что, как. Он иногда даже меня учит. Мама, смотри, надо делать то, то. Этот матч закончился победой наших со счетом 1-0. А вот как пройдет настоящая игра на стадионе в Москве станет известна завтра. В красноярских заведениях по-своему готовятся к трансляции. Даже при отделе официантов. Во многих спортбарах уже забронировано большинство столиков на первую игру сборной России. С мая месяца началась активная бронь на чемпионат мира. Больше всего брони на данном месте, конечно же, на Россию. Завтра уже первый матч, Россия-Судовская Аравия. Зал у нас уже полон. Также у нас есть летняя терраса, на которой также будут проходить трансляции. И там уже тоже полная посадка идет. Персонал готовится к большому ажиотажу. Повара готовятся к большому ажиотажу. Мы готовимся, конечно же. На футбольной тематике пытаются заработать и владельцы летних кафе. Матчи чемпионата мира планируют показывать не только в специализированных спортбарах, но и вот в таком шатре, расположенном прямо на улице. Как нам рассказали работники, они уже готовят большой телевизор и много столиков для болельщиков. Кстати, многие такие стихийные кафе планируют обзавестись телевизорами на время чемпионата. Официальная трансляция матча Россия-Саудовская Аравия будет проходить в Доме кино. Здесь уже практически все к этому готово. Осталось только дождаться, когда придет разрешение и лицензия FIFA. На экране планируют показывать матчи не только нашей сборной, но и самые интересные игры других команд. Билеты будут бесплатные, но их необходимо получить в кассе заранее. Фактически культура и спорт в данном случае объединили свои усилия. И таким лозунгом всего этого проекта станет «Смотрим футбол культурно». Мы очень надеемся, что просмотр футбола в стенах Дома кино еще раз напомнит нашим зрителям о том, что такое культура боления. Многие красноярцы поехали в города, где будут проходить футбольные матчи и делятся праздничной обстановкой в соцсетях. Москва превратилась в футбольную столицу. На улицах настоящий праздник. А те, кто остался в Красноярске, с нетерпением ждут начала чемпионата и трансляций в городе. Жду полностью матчи всех нашей сборной и хочу посмотреть нынче на немцев, так как предыдущие чемпионы мира. Ну и на бразильцев, конечно, Неймар ждет нынче. Да, жду его. Ну, наши шансы есть? Наши шансы есть. Выйти из группы, это точно, я прям верю. Это хоть и последние 7 игр у нас без побед, но вера есть, вера есть. Я верю в них. Смотреть все игры обязательно. Всем. Я жду победные матчи только, чтобы Россия побеждала у нас всегда. Чтобы, так как у нас чемпионат мира в России проходит, я хочу, чтобы Россия победила. Так что эти шансы есть? Есть. Маленькие красноярцы из футбольной школы «Юниор» тоже переживают за нашу сборную и записали видеообращение к футболистам. Покажите мне, как нужно играть. Покажите мне, как нужно бороться во что бы то ни стало. Покажите, как скрывать крепкую оборону соперника. Покажите, как играть через бой, когда уже нет сил. Уже завтра в 10 вечера пройдет первая игра нашей сборной. Остается надеяться, что сегодняшний матч футболистов-дошколят станет пророческим. И сборная России обыграет соперника. Ярослав Цымбал, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. Что будем болеть за нашу сборную, а подробное расписание всех игр на ближайшие две недели вы можете посмотреть на страничке телеканала Енисей в социальных сетях. Однако жарко в ближайшие две недели будет не только болельщикам. Нетипичная для этого времени года жара и даже град ожидается в Красноярске и центральных районах края в конце рабочей недели. Завтра еще будет плюс 30, а с пятницы из-за холодного фронта зной немного спадет, облака затянут небо и начнется сильный дождь. По центральным районам даже гроза с сильными порывами ветра до 23 метров в секунду, а местами и градом. Днем температура воздуха опустится до плюс 22, а ночью до плюс 15. Пасмурно, по прогнозам синоптиков, будет и в субботу, и, скорее всего, в воскресенье. Хотя осадков в выходные не будет, а начало новой недели снова будет жарким и безветренным. Днем за 30, а ночью не ниже плюс 15. Это гораздо выше, чем обычная температура в середине июня. Такая же нетипичная погода ожидает и север края. До конца недели в северных районах края сохраняются осадки по территории, также здесь возможны грозы и высокие температуры воздуха для этого времени года на 5-10 градусов выше нормы. Ночные температуры от плюс 8 до плюс 15, дневные температуры на Таймуре до плюс 25, на остальной северной территории до 30 градусов тепла. Спеть со звездами – это ли не мечта? Хотя наш следующий герой, на мой взгляд, не менее известен. Основатель футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов исполнил гимн России на Красной площади в Москве. На главную сцену страны, в главный государственный праздник, он вышел вместе со звездами эстрады. Рядом с ним плечом к плечу стояли Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Валерий Алсы и многие другие. Перед тем, как пригласить председателя попечительского совета Красноярского детского дома номер один, о нем и знаменитом на весь мир детском футбольном клубе показали небольшой документальный фильм. Рассказали о достижениях наших чемпионов. А уже после этого именитый хор вместе с достойнейшими людьми России исполнили гимн. Детка меданная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Еще один исторический квартал отреставрируют и обустроят в Красноярске. Где и когда, расскажем далее. Мы смотрите новости на Енисею, сейчас к другим темам дня. Исторический квартал в самом центре Красноярска. Образуется он на улицах Марковского, Вейнбаума и Ленина, причем уже в ближайшие полтора года. Здесь откроют музей, сувенирную лавку, обустроят скверы, фонтаны. Все подробности разузнала Диана Хатяшвили. Это, наверное, самый загадочный дом в Красноярске. Именно в 1881 году здесь произошел пожар. На территории загорелась сена. По словам историков, именно в пожаре виноват пьяный извозчик. Тогда огонь уничтожил 15 кварталов. Но этот дом устоял. Раньше здание принадлежало известной красноярской семье Потехиных. После пожара дом восстановили на старом фундаменте. Через 20 лет владельцем стал мещанин Степан Пателицын. Затем в начале Великой Отечественной войны в нем проживал ссыльный хирург и архиепископ Лука. В то время ему было 60 лет, но он ежедневно проводил операции, консультировав в госпиталях города. Сейчас дом расположен на улице Винбаума, находится в частных руках, является культурным наследием. В нем планируют сделать музей и открыть картинную галерею. На сегодняшний момент, я, наверное, где-то с 2000 года заинтересовался вообще красноярскими художниками. И на сегодняшний момент, то есть, ну, создаю коллекцию красноярских художников. Выставочных площадей как таковых не хватает. А здесь на открытой площадке вот именно хочет это сделать. И привлечь сюда и молодежь, тем более здесь и технологические институты. По замыслу разработчиков, на территории усадьбы будут работать скульпторы. Также летом на площадке собираются проводить разные мероприятия. Там установят сцену и откроют мастерские. А вот кирпичную стену старой конюшни планируют реконструировать. Пока на этой территории идут работы, убирают мусор. Но в скором времени по проекту здесь расположится интерактивная площадка. Красноярцами гостям города будут показывать вот на этой стене фильмы. По проекту реновации центральной части исторического города вдоль улицы Винбаума, от улицы Марковского до улицы Ленина будет квартал. Территория зеленят, поставят фонтаны, кафе, построят два хостела. Разместят небольшое офисное здание, установят сувенирные ларьки. Сделают велопарковку на углу Ленина. Двород несет очень большую историю, 4 века. Поэтому мы не должны все напросто разрушить и показывать только новые микрорайоны и так далее. Мне кажется, вот эта историческая атмосферная составляющая обязательно должна присутствовать. Это я обозначил. Вот эта следующая программа емкая будет по восстановлению исторических объектов до программы подготовки к 4-х вековому юбилею. На запуск проекта понадобится еще полтора года, но пока решаются вопросы по расселению. На исторической территории расположены два одноэтажных жилых дома. Людей будут переселять за счет средств инвестора и по программе аварийного жилья. Но этим будет заниматься администрация города. Диана Хатяшевеля, Андрей Крупнов, Енисей, Новости. Практически последний звонок. Сегодня прошла последняя очередная сессия Красноярского городского совета депутатов в действующем составе. Народные избранники утвердили дату выборов своих преемников. Они состоятся в единый день голосования 9 сентября. Красноярцам предстоит решить, кто займет 36 мест в совете. 18 депутатов идут по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Новый созыв будет исполнять обязанности также в течение пяти лет. Напомню, что нынешний состав горсовета избрали в сентябре 2013 года. Мне, честно говоря, даже грустно, потому что я бы могла вот каждому абсолютно, знаете, как на выпускном вечере говоришь слова, я бы каждому могла написать какие-то слова или сказать какие-то добрые слова. Потому что вот как-то, знаете, нивелировалось к концу сезона вот эти разногласия между фракциями, между объединениями, ушло агрессия, ушло напряжение. Поэтому я считаю, что каждый из нас, вот из всех, не только я, получили очень большие уроки. Новый виток жизни начался и у полицейских. Стражей порядка всей страны отпраздновали 300-летие своего ведомства. В Красноярске в честь юбилея на площади перед БКЗ развернулась масштабная интерактивная площадка, рассказывающая о работе сотрудников милиции и полиции в разные годы. Эксперты-криминалисты снимали отпечатки пальцев и показывали, как идет поиск улик на месте преступления. Рядом расположилась выставка современных и ретро-служебных автомобилей. Самой зрелищной частью праздника стало показательное выступление спецназа. Бойцы освобождали заложников, которые, по легенде, были захвачены террористами в обычном автобусе. И завершилось торжество небольшим флеш-мобом. Полицейские выстроились в виде цифры 300 и выпустили в небо шарики цветом российского триколора. Как стать телеведущим? Программа «Утро на Энисеи» проводит кастинг. Все подробности далее в выпуске. Отправились в кругосветное приключение. Российские путешественники-блогер Сергей Доля вместе с командой поддержки за 70 дней намерен совершить кругосветное путешествие на внедорожнике Land Rover. Старт экспедиции был дан 7 июня в Москве, а вчера он посетил Красноярск и рассказал о своем маршруте. Из нашего города путники отправятся в Иркутск и Улан-Удэ. Дальше их ждет Монголия, Китай и Сингапур. Туда на автомобилях экспедиции из России еще не добирались. Кстати, это первый из точек, который совпадает с маршрутом Филиаса Фога, персонажем романа «Вокруг света» за 80 дней. Так же, как герой книги Жюля Вернера, российский экстремал будет двигаться на восток, пересечет несколько часовых поясов и, благодаря большой разнице во времени с Москвой, будет иметь в запасе один день. Каждые сутки команде придется проводить за рулем по 12-15 часов. Для того, чтобы экспедицию зачли по каждому континенту, нужно проехать не менее тысячи километров, дважды пересечь экватор, побывать в диаметрально противоположных концах света и, конечно же, вернуться к месту старта в Москву. Когда было решено, что едет Лондрою Дискавери, они мне позвонили. Было это 4 января. Они придумали это все. Звонят, говорят, мы думаем, может быть, кругосветное путешествие организовать. Не хочешь съездить? Я сказал, давайте я завтра заеду к вам, мы все обсудим. Ночью я не спал, за ночь я нарисовал весь маршрут. Я приехал к ним уже с маршрутом, со всем готовым, и они уже не смогли отвертеться. А любители путешествий на короткие дистанции уже практически пакуют чемоданы на мир Сибири. Там, к слову, выступит молодежный биг-бенд, его создатель, американский композитор, музыкант и певица Лафрейски. 14 июля на концертной площадке фестиваля коллектив презентует новую композицию. Особенность биг-бенда в том, что каждый год его состав меняется, а значит, меняется и звучание исполняемой музыки. Сегодня в Красноярске участники этого сборного оркестра приступили к репетиции. Гости мира Сибири услышат джаз и фолк, исполненный на таких непривычных для этого инструментах, как балалайка, аккордеон и домра. Мы уже были на фестивале «Мир Сибири», и я помню, что это очень богатый и позитивной энергетикой фестиваль. Поэтому сейчас я готовлю музыку, под которую люди смогут танцевать, танцевать и танцевать. Новых ведущих продолжает искать программа «Утро на Енисеи». На днях прошел второй этап кастинга. 16 участников разбили по парам и записали с ними пилотную версию программы. Все было как в настоящем прямом эфире в аппаратной режиссер и продюсер, в студии операторы. Ведущие должны были прожить несколько минут практически в прямом эфире. За полчаса до кастинга им выдали примерный сценарий, но по задумке продюсеров, когда красноярцы как бы вышли в эфир, все резко менялось. По ходу программы ведущие должны были быстро и гармонично перестроиться на другую тему. Таким образом, мы смотрели и решали проверить участников, как они будут себя вести в нестандартных ситуациях, которые то и дело случаются в прямом эфире. Следующий этап кастинга состоится через неделю. Тогда финалистов на самом деле выведут в прямой эфир. Они станутся ведущими программы «Утро на Енисеи». Но окончательный выбор за зрителями. Следите за эфирами и принимайте участие в голосовании. А в 21.30 сегодня смотрите на нашем канале художественный фильм «Беглецы». Не пропустите картину сразу после программы интервью. К этой минуте это были все новости. Своей информацией делитесь по телефону 236-01-36. Комментарии оставляйте на сайте enisei.tv, а также в социальных сетях. Удачи вам, отличного вечера. И помните, все новости на Енисеи. До свидания.